всем привет есть очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявления поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу и так в германии bundesrad то есть палата федеральных земель в пятницу 15 декабря утвердили законопроект о внесении грузии и молдовы в список безопасных стран происхождения что позволит властям германии ускорить и упростить обработку прошений об убежище поданных гражданами этих стран и быстрее выдворять отвергнутых мигрантов предполагается что претенденты на получение убежища в германии высланные обратно в государство с таким статусом не будут подвергаться на родине государственному преследованию а также будут защищены властями от всяческих других преследований в общем теперь многим молдаванам и грузинам увы но теоретически германия уже не светит дальше пограничный контроль германии с польшей чехии и швейцарией который был введен еще в октябре уже будет продлен как минимум до 15 марта 2024 года министерство внутренних дел германии объяснила причину что контроль будет продлен чтобы эффективно бороться с контрабандой и ограничить нелегальную миграцию мвд уже уведомили об этом решении европейскую комиссию а министр внутренних дел германии нэнси фазер громко заявила что наши меры работают благодаря временному пограничному контролю и мерам тесно скоординированными с соседними государствами количество несанкционированных въездов по всей стране сократилось более чем на 60 процентов с более чем 20 тысяч в октябре до около 7300 несанкционированных въездов ноябре в общем видимо можно предположить что и после 15 марта контроль будет продлен и далее а тем временем фермеры в германии полным ходом мобилизуются на демонстрации что может перерасти в настоящий бунт немецких фермеров против канцлера германии олафа шольца все связано с бюджетным компромиссом светофоров берлине который призван снизить скидки на дизельное топливо а это в сельскохозяйственной деятельности будет дополнительная финансовая нагрузка на фермеров а они уже должны будут переложить ее непосредственно на своих клиентов что ведет к подорожанию и вызывает огромное недовольство в общем фермеры обещают что со следующей недели могут восстать фермеры уже во всей германии так что видимо это только начало интересных реакций на бюджетный компромисс который приняло правительство германии а вот что касается канцлера германии олафа шольца то на этот раз он удивил всех как рассказывает издание политика олаф шольц предложил виктору орбану сходить попить копе во время голосования о начале переговоров относительно членства украины в европейском союзе так как после трех часов обсуждений переговоры зашли в тупик канцлер германии взял и предложил премьер-министру венгрии выйти из комнаты чтобы оставшиеся 26 глав государств европейского союза смогли принять единогласное решение так как правило европейского союза допускают такое голосование если один из участников отсутствует при этом орбана остается право сказать что он не голосовал за в общем спустя несколько дней неопределенности по судьбе украины в европейском союзе из-за сопротивления орбана решение было принято положительное но премьер-министр венгрии заявил что он согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении украины в европейский союз потому что у него будет еще 75 возможностей заблокировать вступление украины вес также виктор орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи украине объемом 50 миллиардов евро от евросоюза и озвучил свое условие для поддержки пакета помощи украине 50 миллиардов евро он хочет получить от европейского союза все 30 миллиардов евро для венгрии и заявил что это прекрасная возможность для венгрии дать понять что она должна получить все что ей причитается но по словам канцлера германии олафа шольца украина обязательно получит 50 миллиардов евро помощи о которых 26 лидеров договаривались на саммите есть даже если венгрия продолжит блокировать соглашение о бюджете а на случай если венгерский премьер-министр виктор орбан не уступит на специальном саммите запланированном на январь шольц сказал у нас есть другие возможности помочь украине и также шольц отверг требования орбана разблокировать средства с замороженные из-за нарушения верховенства права венгрии в обмен на отказ от правоведа по его словам нельзя смешивать разные вещи кстати также канцлер германии олаф шольц выступил в защиту использованной по его инициативе процедурной уловки благодаря которой страны и смогли принять решение о начале переговоров о вступлении украины в евросоюз по словам шольца я бы не назвал это уловкой это решение которое мы единодушно приняли согласно нашим правилам но это не то что следовало бы делать каждый раз сказал шольц на пресс-конференции по итогам саммита и с в брюсселе в пятницу а тем временем в германии заявили что предотвратили теракт хамас четверо мужчин которые как утверждается принадлежат хамас якобы планировали нападение на еврейские учреждения в германии они были арестованы а расследованием занимается федеральная прокуратура сообщается что они собирались забрать оружие с подземного склада чтобы доставить его берлин однако как утверждается конкретного плана нападения не было в общем если подозрение подтвердиться то это будет первая попытка теракта хамас в германии хоть ранее об этом уже и предупреждали а вот следующая интересная новость из соединенных штатов америки тут конгресс одобрил закон который не позволит ни одному президенту вывести соединенные штаты америки из нато без одобрения сената или палаты представителей а бывший президент сша дональд трамп во время его пребывания в должности очень критиковал приверженность конгресса к нато в общем связи с возможным приходом трампа который мог бы вывести сша из альянса действия уже принимаются на опережение также есть интересные новости из украины где очень бурно обсуждаются неприемлемые растраты для нынешнего положения украины в общем в киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки хотят отремонтировать столовую почти за 14 миллионов гривен конечно такие планы попали под очень серьезную критику ведь зачем ремонтировать сооружение тцк за столько миллионов гривен когда деньги нужны сейчас для военных на фронте комментарии естественно я не могу показать потому что там много цензуры но вы можете написать свое мнение тут в комментариях под видео только желательно без мата и негативных слов потому что такие комментарии youtube удаляет сам автоматически и кстати насчет таких расходов это не фейк все официально есть на сайте прозора где каждый может зайти и сам лично во всем убедиться вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока